Субтитры делал DimaTorzok Правильно! Чтобы подчеркнуть свои лучшие качества, молчать о своих недостатках, а может быть, наоборот, преподнести их в выгодном свете. В общем, все это селф-брендинг. Но для начала несколько слов о том, что еще ждет нас в этом выпуске. Заводите правильных френдов и проводите с ними приятные минуты офлайн. Как это происходило, можно узнать из нашего киноархива. Как правильно делать самострелы и чем покорять ютуб-аудиторию, узнаем о секретах интернет-роликов от режиссера-документалиста. От соцсетей лекарства еще не изобрели, но на Алтае ждут свои минуты десятки других препаратов, способных изменить будущее медицины. О новых лекарствах и их судьбе узнаем из алтайской науки. Ну а главная тема сегодня – как правильно подавать себя в социальных сетях. Для начала давайте разберемся, для чего мы, собственно, туда заходим. Ну вот статистика говорит, что большинство людей таким образом хотят наладить свою личную жизнь. Юр, ты-то как семейный человек, чью личную жизнь там налаживаешь, а? Ну как? Не, у меня все нормально, но я захожу туда периодически полайкать. Да, да, да. А вообще, конечно, многие мои знакомые ради этого и заводили свои странички, кому-то это даже дало желаемый результат. Ну, чтобы результат оправдал ожидания, советуют прежде всего составить портрет будущего избранника. За молодыми и активными – дорога в контакт, за людьми зрелыми и солидными – в Фейсбук, ну а за всеми остальными – за людьми попроще в однокласснике. Конечно, советуют заполнить максимально свои интересы, стараться выглядеть востребованным у представителей противоположного пола и тщательно подходить к выбору фотографии. И, конечно, желательно в жизни выглядеть не хуже, чем в интернете, так что начните улучшать себя в реальности, а в помощь вам наша народная зарядка. Вот он там встал, поприседал, отжимался и поедал в пол. Думаю, чтобы ничего не повредить, не сломать себе что-нибудь. Чтобы быть здоровым. А еще для чего? И чтобы ничего никогда не болело. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Александр Владимирович, фамилия моя Бирюля. Я являюсь мастером спорта международного класса по кикбоксингу. Сегодня я вам хотел бы показать разминку спортсмена. Начнем мы с вами с кулачков. Кулачки зажали, соединили и начинаем медленно их вращать через плечи. Ручки перед собой, локти собрали, ладошки открыли и начинаем гладить себя по голове. У нас есть такое понимание – коробочка. Это глухая защита. И в этой коробочке мы начинаем вращаться. Ну и наклончики. Устал сильно. Вот видите, испарено. Вот парень готов к работе. С личной жизнью в соцсетях все более-менее понятно. Но вторым по популярности стимулом захода в социальные сети являются карьерные ожидания. Работодатель-то вот он, кажется, под боком. Под боком, конечно. Но сколько соискателей прогорело на своих сетевых страницах. Так, со стаканом пива на аватарке лучше не появляться. А вдруг мат в статусе? Тоже ничего хорошего. Работодатель сейчас, как правило, первым делом после собеседования в соцсети и идет. Ну, это не значит, что свой аккаунт нужно сделать как раз закрытым для посторонних. Напротив, его нужно открыть. Ну, а прежде, конечно же, позаботиться о содержании. Про фото мы уже сказали. Лучше, если вы на нем выглядите приветливо, в одежде и видно ваше лицо. Ник, стоит каждый раз подстраиваться под потенциального работодателя и редактировать профиль. Просто оставайтесь с собой, найдите правильных френдов. Полвека назад в соцсети не было, а френды всегда были правильные. Друзьями называются. Отсюда пешком и на лодках отправляются молодые старые охотники и рыболовы в заветные места за добычей. Последние минуты предрассветной тишины. Стрелки занимают позиции. Раскатом выстрелов начинается зоря. На помощь приходит и верный друг. Мастер-сцендер из стрельбы, новосибирский бухгалтер товарищ Пивень бьет без промокра. Для многих любителей спорта смелость выходной день был удачным. Есть о чем рассказать у костра. Кто же не любит снимать видео на свой сотовый телефон? Предвкушая, что поделитесь своим шедевром с друзьями и родными, вы выкладываете видео в социальную сеть. И что же вы видите? Просмотров мало, комментарии вас как режиссера и оператора вовсе не восхваляют, а даже наоборот. Разберемся в типичных ошибках вместе с нашим гостем Владимиром Кузнецовым, председателем Алтайского отделения Союза кинематографистов России, режиссером-документалистом. Доброго утра! Доброго утра вам тоже! Признайтесь, вот сами снимаете на сотовый телефон? Да, конечно. Такое в руках замечательное изделие с великолепными качествами. Я много сниму. То есть к тому, что сейчас прикоснуться к искусству кинематографии может каждый нормально относиться? Абсолютно каждый человек, потому что практически 100% людей с сотовыми телефонами, практически 100% телефонов, которые имеют функцию съемки. Помимо того, что нужно снимать горизонтальное видео, держать телефон горизонтально, что еще нужно знать, чтобы снимать, ну, если не как Бондарчук, то, по крайней мере, как какой-нибудь топ-блогер с Ютуба? Ну, хотя бы азы съемочной техники. Азы съемочной техники надо знать обязательно, что такое панорама, как делается панорама горизонтальная, как делается панорама вертикальная. Вот. Снимать стараться нужно все-таки с какой-то упора, с твердой, потому что просто так в руках, особенно если делаете приближение, то камера будет просто так вот болтаться у вас, да? Поэтому нужно где-то найти такую точку, чтобы упереться, вот, и снимать спокойно с этой точки. А что касается драматургии? Ну, понятно, если снимаешь котиков, то все котиков любят. А вот если, например, снять какую-нибудь документальную ленту о том, как ты проводишь свои выходные, особенно если ты не встаешь с дивана, вот как сделать, чтобы этот ролик был запоминающимся? Ну, для того, чтобы сделать ролик запоминающимся, нужно, так сказать, включить фантазию свою, да? Во-первых, стараться не повторять то, что уже было до тебя. Вот это самая типичная ошибка, да? Стараются повторить там какие-то трюки, которые же в передаче там сам себе режиссер, которые и кочуют из ролика в ролик таких вот любительских, да? Придумать что-то свое оригинальное, необычное. Это первое, да, условие. Ну и второе, как бы, ты должен сам быть человеком интересным, чтобы заинтересовать других. То есть если у тебя есть какой-то такой обширный кругозор, да, ты человек интересный сам по себе, то ты сможешь своим видео и других заинтересовать. Им тоже будет интересно это смотреть. Куда потом с этим роликом? Понятно, что выложил на свою страничку в социальной сети. Как правило, большинство делает так, но хочу сказать, что у нас есть кинофестивали и видеофестивали, фильмов, снятых только на сотовый телефон. Туда принимают работы, снятые только сотовым телефоном, смонтированные, как бы, вот, озвученные. Это все делается на... Даже на каждом телефоне можно установить простенькую монтажную программу, вот, либо на планшет, либо уже, если есть компьютер дома, скачать с телефона на компьютер, поставить. Ну и какой хронометраж может быть? Ну, хронометраж... Вот такие фильмы обычно делают, ну, 10, там, 15, 20 минут. Больше сложнее. Но есть вообще фестивали, куда принимают фильмы, допустим, «Одна минута». Размер «Одна минута». Вот я вам сейчас расскажу, да, я видел такой фильм, да, идет охотник с манком на рябчика, так, тю-тю-тю, значит, идет, идет, опять тю-тю-тю, хоп, ответил рябчик, он тю-тю-тю, рябчик отвечает тю-тю-тю, рябчик отвечает, все ближе-ближе, да, выходит он на поляну, а с той стороны выходит точно такой же охотник с таким же манком. Вот, одна минута, все сказано, да, вся драматургия здесь. Ну, надеюсь, кого-то это вдохновит на создание каких-то новых шедевров с помощью своего телевизора. Ну, да, вот кино, сейчас все только кино и говорят, и снимают очень много, да, в связи с этим работ появляется в интернете, вот, а тем очень много для того, чтобы делать удивительные, замечательные фильмы, вот, у себя дома, как говорят, на коленке, и есть такие фильмы, которые просто потрясающе интересны и вызывают огромный интерес у зрителей. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали. Надеюсь, после нашей утренней с вами встречи хорошего видео на земле и в отдельно взятом Алтайском крае станет больше. У нас в гостях был Владимир Кузнецов, режиссер-документалист. Добрым этот мир будет, добрый мир, почти счастье, добрый мир раз и навсегда. Прежде всего надо выявить потребность человека, клиента, что он хочет. Либо это будет для жилья квартира, либо это будет инвестирование, либо это будет для сдачи в аренду. Часто люди покупают, сдают квартиры, ну и на это живут, часто пенсионеры это вкладывают. Квартиры подразделяются на разные. Девятиэтажки панельные, девять этажей, а также пятиэтажки хрущевки, кирпич-панель, кирпичные дома, улучшенные планировки от девяти до пятнадцати этажей и выше. Малосемейки там, гостинки, все зависит от финансовых средств. Ни для кого не секрет, что все мы любим говорить о себе, да, Жень? Ну, знаешь, я, конечно, люблю поговорить о себе, но вот не то, чтобы... Кстати, я тебе сегодня забыла рассказать. Я уже услышал эту историю три раза, причем только сегодня. Вот в жизни мы говорим и посвящаем 40% разговоров о себе, а в соцсетях до 80%. Как ты думаешь, почему так происходит? Ну, смотри, давай на моем примере я тебе все расскажу. Опять? Да что такое? Вот у меня, как всегда, разговоры тет-а-тет, они бывают беспорядочные, эмоциональные. Когда пишешь в соцсетях, можно над ответом подумать, добавить несколько лишних слов, правда же, смайлик поставить, точечку, запятую. Ну, кстати, я тебе про другой случай хотела рассказать. Когда-нибудь мы услышим эту трогательную историю, а пока узнаем, есть ли будущее у лекарств, разработанных на Алтае. Вдруг когда-нибудь появится и лекарство от соцсетей? Лекарственная безопасность страны, как и продовольственная, в руках Алтая. В этом уверены лидеры фармацевтической отрасли региона и в авангарде новых разработок Наукоград БИСК. К примеру, в Институте проблем химико-энергетических технологий в данный момент освоили производство двух субстанций – теларона и амизона. Они входят в состав известных антивирусных препаратов. Вот так выглядит готовая субстанция будущего противовирусного препарата. Чтобы ее получить, необходимо пройти несколько этапов. Среди них – обработка серной кислотой, сильным окислителем, а также щелочью. Впоследствии субстанцию расфасовывают по специальным пакетам. Вот из таких двух килограммов получается полторы тысячи стандартов готовых таблеток. ИПХЭТ наладил поставки лишь на несколько предприятий страны. Поэтому пока производственные линии включаются, что называется, по требованию. Хотя руководство ИПХЭТа заявляет – мощностей хватит, чтобы обеспечить противовирусными субстанциями всю страну. На другом бийском предприятии – Федеральном научно-производственном центре «Алтай» – рассказывают об еще одной фарм-новинке. Здесь синтетическим путем получили противотуберкулезный препарат. Два года назад он прошел доклинические испытания на грызунах. Правда, на человеке его так и не опробировали. Разработанная нами субстанция обладает меньшей токсичностью по сравнению с общеизвестным и общепринятым препаратом из-за неазид. Но основная проблема здесь является, как во всем, наверное, здравоохранении – это необходимость в достаточном большом финансировании. Цена вопроса клинических испытаний и дальнейшего продвижения рассказывают химики – 160 миллионов рублей. И пока ученые ФНПЦ ищут инвесторов, другое предприятие – фармацевтическая компания «Эвалар» – уже продвигает собственные субстанции, используя как основу приобретенные. Мы сейчас запустили технологию, чтобы минимизировать свои риски, технологию доочистки химических субстанций. Мы стараемся находить сырье нормального качества и доводить эту субстанцию до ума уже у себя. Алтайские лекарства будут в каждой аптеке в ближайшие годы. Ну, как в ближайшие? Насколько быстро это будет двигаться? В Наукограде уже работают над многими прорывными разработками – субстанциями для обезболивающих сердечных и даже психотропных лекарств. Правда, к потребителям готовые препараты попадут не раньше, чем через 10-20 лет. Столько уходит на всевозможные испытания и регистрации. Но когда это случится, уверяют ученые, мы получим минимально токсичные, а главное – доступные лекарства. Вот что ты мне не говори, ничто не заменит живого человеческого общения. Общайтесь вживую, но не забывайте подписываться на странички наших новостей и «Утро по-домашнему» в соцсетях. Репостить, ретвитить, лайкать и прочее. Лучше встретиться. Это было «Утро по-домашнему». Увидимся завтра. Пока. С новостями на этот день. 31 мая. В студии Кирилл Политов. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день без табака. Праздник, учрежденный для привлечения внимания к последствиям от вредной привычки, на Алтае отмечают ежегодно. На этот раз в крае состоятся десятки оттитабачных акций. Одна из них развернется в центре Барнаула. По адресу Красноармейский, 47-а, любой желающий сможет бесплатно пройти спирографию. Исследования, которые покажут, в каком состоянии находятся легкие. Прыжки на 30 метров вперед, крутые виражи и досадные падения на размокшей после дождя трассе. Вот в такой нешуточной борьбе в этот уикенд проходил майский мотокросс с участием сильнейших гонщиков страны. Подробности у нашего корреспондента Алексея Янкина. Едвостих проливной дождь, гонщики ринулись штурмовать новую трассу. На улице Дальнее ее завершили строить лишь накануне. Нимайский мотокросс стал здесь первым турниром. Крутые изгибы и трамплины трека дали возможность спортсменам показать и скоростную, и красивую езду. Азартом мотоциклистам придавали и хорошие призовые. Только за выигрыш старта заезда, так называемый холл-шот, здесь можно было получить 10 тысяч рублей от Барнаульского пивоваренного завода. В детстве когда-то, вот вместе с Михаилом, мы занимались мотоспортом. Поэтому нам это еще и интересно, поэтому мы как бы любим этот вид спорта. Ну как говорят, кто с чем в детстве заболел, тот всю жизнь вот этим и болеет. Поэтому мы поддерживаем вот такие технические виды спорта. Ну не только вот мотокросс, мы и автомобильные гонки проводим. В мастерстве взрослым не уступали дети. Мальчишки носились так, что дух захватывало. И даже досадные падения не выбивали их из седла. Сил продолжить гонку хватало. А вот чтобы поднять мотоцикл из грязи, приходилось звать старших. Но без падений не бывает побед. Это понимают, кажется, и родители. Мама 7-летнего Димы Ляпина, победителя в классе 50 кубических сантиметров, к происшествиям относится спокойно. С 4-х лет он у нас ездит. Но у нас поколение, два деда, то есть родители наши, мотогонщики. Муж тоже мотогонщик, тоже здесь участвовал. Вчера занял третье место. Поэтому как бы нет, не страшно. Что касается победителя среди взрослых, то сюрпризов не произошло. Триумфатором майского мотокросса стал Семен Рогозин, чемпион Европы из Каменск-Уральского. Майский мотокросс организаторы планируют проводить ежегодно. В один и тот же день, 29 мая. Алексей Янкин, Алексей Фризин. Наши новости. Огненное шоу, спортивные конкурсы и казачьи выступления. Вот такой необычный вечер прошел в Барнауле в парке Эдельвейс, где отмечали День пограничника. Праздник организовало Алтайское отделение ЛДПР. Свою границу Александр Борискин охранял в далеких 70-х. Километры советской и японской линии проходил так, что помнит до сих пор. Службу он выбрал делом жизни, а этот праздник превратил в семейное торжество, ни разу не пожалев о решении. Я в детстве, я зажегся, что я буду пограничником. Я счастлив, что я отдал родине на службу государственной границы, на охрану. Я горжусь и своими товарищами, которые отдали за все это и свою жизнь. Гордость, чувства, которые испытывали все гости праздника. Рядовые, офицеры, основные войск. Каждому из них организатор вечера ЛДПР приготовила подарок и шанс подняться на сцену. Мы вызываем на сцену, они представляются, говорят свою часть, номер рода, в какой служили, и представляются, то есть фамилию, отчество, вызывают, то есть как в армии. В общем, это эмоции, радости, гордости за свою страну, за своих детей, за все, что происходит сейчас в России. Специальным номером стали спортивные состязания, конкурсы на скорости удаль. Их апофеоз, открытая тренировка кикбоксеров, незрелищности ради, спорт и служба, неразлучные понятия. Непростая ситуация в мире происходит, и непростые отношения с другими странами. Мы считаем, что это патриотический праздник, очень важный и нужный для нас и нашей страны. К слову, оздоровительно патриотический праздник прошел не только в Барнауле. В Красногорском районе ЛДПР организовала спортивный турнир в память пограничника Бориса Головина. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. Сегодня новый дом обретет осиротевший медвежонок. Маленького Косолапова привезут из Солонешинского района в Барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Напомним, медвежонок, оставшись без матери, сам вышел к людям за помощью. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В Барнауле оператор мобильной связи «Теледва» провел День открытых людей и организовал акцию «Черная пятница», предоставив клиентам своих фирменных салонов связи скидки на смартфоны, гаджеты и подключение к оператору. Традиция проведения Дня открытых людей существует в компании уже пять лет, а в Барнауле акция прошла во второй раз. В этот день посетители салонов связи «Теледва» могли пообщаться с теми, кто разрабатывает тарифы и услуги, обеспечивает качество связи и контролирует обслуживание абонентов. Кроме этого, в салонах связи действовали приятные скидки и спецпредложения на подключение к оператору на тарифные планы со скоростным мобильным интернетом. Мы предлагаем потенциальным абонентам скидку 50% на абонентскую плату на первый месяц для тарифов «Очень черный», «Самый черный» и «Сверх черный», чтобы они могли максимально дешево подключиться и сделать выводы, насколько они довольны. За 169 рублей в месяц абоненты «Теледва» получают 3 гигабайта скоростного мобильного интернета и 350 минут разговоров со всей страной. И это не разовое предложение, а действующий тарифный план «Очень черный», подключиться на который может каждый житель Алтайского края. Те, кто уже доверился «Теледва», знают – здесь дешевле. Желаем вам хорошего дня, не забудьте включить наш канал вечером. Всего доброго!